Здравствуйте! Я Тузбаева Болсенсиона, учитель физики Назарбаев интеллектуальной школы города Ахтюбе. Хочу представить вашему вниманию урок физики в 8 классе «Постоянные магниты. Магнитное поле Земли». Как вы думаете, как найти иголку в стоге сена? Или как бы вы ответили на вопрос, на полу лаборатории под слоем линолеума находится изолированный провод. Как определить местонахождение провода, не скрывая линолеума? Вы сможете ответить на эти вопросы, если узнаете, какими свойствами обладают магниты. Когда человек научился управлять магнитной силой и даже создавать искусственные магниты, он сумел воплотить в жизнь свои давние заветные мечты. Телефон, телеграф, радио, телевидение. Тема урока «Постоянные магниты. Магнитное поле Земли». Цели урока. Познакомить со свойствами постоянных магнитов и их применением. Дать представление о магнитном поле Земли. Развить аналитическое мышление и творческую самостоятельность учащихся при работе в малых группах. Умение проводить исследования и анализировать полученные результаты. Структура урока такова. Первое. Мозговой шторм. Второе. Исследование свойств постоянных магнитов. Третье. Экспериментальная работа в группах. Отчеты о работе в малых группах. Подведение итогов исследований. Объяснение учителя. Исследование магнитного поля с помощью лаборатории ПАСКО. Закрепление темы. Подведение итогов. Рефлексия. Задание на дом. Сегодня вы должны научиться понимать то, что магнитное поле является примером силового поля, производимого либо постоянными магнитами, либо проводником стоком. В стакане с водой находится цепочка из стальных скрепов. Как достать цепочку? Не замочив руку. Предлагайте свои варианты. Надо взять магнит, поднести к той части, где находится цепочка, и медленно перемещать магнит вверх. Цепочка поднимется за ним. Итак, для выполнения этого задания вам понадобился магнит. Это слово для нас не является новым. Каждый из нас с раннего детства слышал что-нибудь о магните. Я уверена, что вы играли с магнитами, поднося их к скрепкам, гвоздикам, кнопкам. Играли? Итак, что же такое магнит? Какими свойствами он обладает? Где применяется магнит? Что собой представляет магнитное поле Земли? Мы постараемся ответить на эти вопросы на сегодняшнем уроке. Но для начала давайте мы с вами повторим термины, которые понадобятся нам сегодня. Итак, магнитное поле. Magnetic polis. Magnetic field. Электрическое поле. Electrical polis. Electric field. Северный полюс. Солсток полюс. Нерз пол. Южный полюс. Вонсток полюс. Солсток полюс. Постоянные магниты. Брынгай магнитер. Перманент магнит. Искусственные магниты. Жасанды магнитер. Эртификал магнит. Теперь давайте исследуем свойства постоянных магнитов. Для этого мы должны поделить класс на три группы. Каждая группа будет выполнять свое задание. Сейчас вы будете физиками, экспериментаторами. Ознакомьтесь с заданием и проделайте соответствующие опыты. Каждая группе дается пять минут для формулировки задач и выводов по экспериментальному заданию. Задание для первой группы. Оборудование. Металлические скрепки. Магниты вам нужны будут. Возьмите магнит. Поднесите скрепку точно к середине магнита, где проходит граница между красными и синими половинками. Пронаблюдайте, притягивает ли магнит стрелку. Сделайте вывод. Приближайте скрепки к различным частям магнита, начиная от середины и двигаясь к торцам. Какие места магнита обнаруживают наиболее сильные притяжения? Какие наиболее слабые? Выводы запишите в тетради. Задание для второй группы. Оборудование. Железный брусок, алюминий, бумага, карандаш, пластмассы, дерево, магнит. На столе у вас лежат различные предметы. Вам необходимо определить, какие тела хорошо притягиваются магнитом, какие вещества, какие плохо, какие совсем не притягиваются. Результаты вы должны записать в таблицу. Сильно притягивает, слабо притягивает, не притягивает. Задание для третьей группы. Вам понадобится постоянный магнит, лист бумаги, железные опилки. Расположите два магнита противоположными полюсами друг друга. Посыпьте аккуратно железные опилки и нарисуйте полученную картину на листе бумаги. Выводы запишите в тетради. Задание для третьей группы. Задание для третьей группы. Задание для третьей группы. Продолжение следует... 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 В ходе эксперимента мы еще получили вот такие выводы. Разноименные полюса магнита притягиваются, одноименные отталкиваются. Вокруг магнита существует магнитное поле, которое можно обнаружить по действию на магнитную стрелку или железные опилки. Магнитное поле изображается с помощью силовых линий, которые выходят из северного полюса и входят на южный. Магнитные линии не пересекаются. Если рядом поместить две магнитные стрелки, то они начинают взаимодействовать. Разноименные магнитные полюсы притягиваются друг к другу. Теперь поместим около магнитных стрелок магнит, имеющий форму бруска. Его называют полосовым или прямым магнитом. Магнитные стрелки, размещенные вокруг магнита, повернутся таким образом, что северные полюсы стрелок будут повернуты в направлении южного полюса магнита, а южные полюсы стрелок в направлении северного полюса магнита. Магнитное поле – это особая форма материи, которая существует независимо от нашего сознания и наших знаний о нем. Магнитное поле порождается движущимися электрическими зарядами и действует только на движущиеся электрические заряды. С удалением от источника магнитное поле ослабевает. Материя – это все, что существует вокруг нас, независимо от нашего сознания и наших знаний о нем. Материя может быть в виде вещества, поля, информации. Вещества бывают твердыми, жидкими и газообразными. Поле может быть гравитационным и электромагнитным. Электромагнитное, в свою очередь, делится на магнитное и электрическое. Магниты различают также естественные и искусственные. Естественные магниты – это сталь, кобальт, никель. Естественные магниты – магнитный железняк. Его еще называют... Естественные магниты – магнитный железняк. Природные магниты, то есть кусочки магнитного железняка, магнитит в разных странах называют по-разному. Магнитит – это важнейшие железные руда. Его еще называют белое золото. Оно не ржавеет, оно вечно. Крупное месторождение железной руды открыто в Казахстане, Кустанайская область. В ней железной руды больше, чем во всех месторождениях Урала вместе взятых. Ампер предположил, что частицы постоянного магнита представляют собой как бы крошечные витки с токами. Он их назвал молекулярные токи. В постоянном магните эти молекулярные токи упорядочены. Ориентированы одинаково. Ориентированы одинаково. Значит, намагниченность – результат упорядочения токов в веществе. При размагничивании порядок нарушается. Когда ток проходил через изолированный провод, то мы с вами упорядочили молекулярные токи. Как только ток отключили, порядок у нас нарушился. То есть произошло размагничивание. Представим, что вещество состоит из множества плотно расположенных друг к другу магнитных стрелок. Это поможет нам понять магнитные свойства веществ. Магнитные стрелки возникают в результате упорядоченного расположения электронов в атомах и самих атомов по отношению друг к другу. В дальнейшем мы будем рассматривать различные вещества и определять, состоят ли они из элементарных магнитов или нет. Опыт Эрстеда. В 1820 году датский физик Эрстед, включив ток вблизи магнитной стрелки, был буквально ошарашен тем, что как только по проводу пошел ток, магнитная стрелка тут же отклонилась. Когда он изменил направление тока, магнитная стрелка тоже изменила направление. Вскоре Эрстед доказал, что магнит действует на провод с некоторой силой. На провод, по которому течет ток с некоторой силой. Значит, магнитное поле может существовать вокруг движущихся зарядов. Магнитные электрические поля. Проведем небольшую аналогию. Магнитные электрические поля – особый вид материи, невидимый, неосизаемый для человека, существующий независимо от нашего сознания. Электрическое поле создается электрическими зарядами. Магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами. То есть, подобных электрическим магнитных зарядов в природе не существует. Итак, магнитное поле Земли. Земной шар – огромный космический магнит. Он имеет тоже полюса северный и южный. Северный магнитный полюс находится вблизи южного географического. Южный магнитный полюс находится вблизи северного географического. Но вы знаете, что магнитная стрелка всегда указывает на север. Возможны аномалии. Кратковременная аномалия – это отклонение. Кратковременная аномалия – это магнитные бури. Постоянные аномалии возникают в связи с тем, причиной постоянных аномалий могут быть залежи железной руды на небольшой глубине. Действие компаса основано на взаимодействии магнитного поля стрелки компаса с магнитным полем Земли. Магнитная стрелка всегда показывает одно и то же направление. Это означает, что Земля также обладает магнитным полем с северным и южным полюсами, на которые реагирует магнитная стрелка и другие магниты. Северный полюс стрелки притягивается южным полюсом Земли. Это значит, что вблизи северного географического полюса находится южный магнитный полюс Земли. Соответственно, около южного географического полюса, на который указывает южный полюс магнитной стрелки, располагается северный магнитный полюс Земли. Магнитные полюсы Земли находятся вблизи географических полюсов, но не совпадают с ними. Принято считать, что линии магнитного поля Земли выходят из северного магнитного полюса и входят в южный. Вблизи полюсов линии магнитных полей расположены под прямым углом к поверхности Земли, а над экватором они почти параллельны ей. Магнитные полюсы Земли много раз менялись местами. Это называется инверсией. За последние миллион лет это случалось 7 раз. 570 лет назад магнитные полюсы Земли были расположены в районе экватора. Сейчас трудно себе представить жизнь без постоянных магнитов. Они везде. В телефонной трубке, магнитофоне, электроизмерительных приборах ученые полагают, что у мигрирующих животных, птиц, рыб, имеется природный компас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Исследуем магнитные полюсы Земли. с помощью лаборатории ПАСКО. С удалением от источника гипотезу, выдвинем гипотезу, что с удалением от источника магнитное поле ослабевает. Несмотря на то, что невозможно увидеть магнитное поле, есть множество способов по его обнаружению. Например, мы можем использовать компас. Целью данной лабораторной работы является исследование магнитного поля, постоянного магнита, в зависимости от расстояния до магнита. с помощью лаборатории ПАСКО. Это результаты исследования магнитного поля, с помощью лаборатории ПАСКО. Их можно получить вот в таком виде. Исследование магнитного поля с помощью лаборатории ПАСКО. Учащиеся при исследовании получают опыт, выполняя следующие процедуры. Тестирование датчика под влиянием магнитного поля от постоянного магнита. Измерение и фиксирование силы магнитного поля постоянного магнита в зависимости от расстояния до магнита. Определение взаимосвязи между силой магнитного поля и расстоянием до постоянного магнита. Давайте сделаем анализ исследований. Итак, как сильно ваше предположение отличается от графика фактических данных? Насколько хорошо проведенная вами кривая соответствует исходным данным? Ответы могут быть разными, но кривая должна быть действительным соответствием ваших данных. Надеюсь, вы теперь сможете ответить на вопросы, поставленные в начале урока. На полу лаборатории под слоем линолеума проложен изолированный провод. Как определить местонахождение провода, не вскрывая линолеума? Как найти иголку в стоге сена? А теперь давайте попробуем ответить на следующие вопросы. Источником магнитного поля являются движущиеся электрические заряды, заряженный теннисный шарик, полосовой магнит. Правильные ответы А, В. Какие утверждения являются верными? В природе существуют электрические заряды, в природе существуют магнитные заряды, В природе не существуют электрические заряды, в природе не существует магнитных зарядов. Правильные ответы А, Г. Какое поле существует вокруг неподвижных зарядов? Магнитное поле, электрическое поле, электрическое и магнитное поле. Вокруг неподвижных зарядов существует электрическое поле. Обнаружить магнитное поле можно по действию на любой проводник, по действию на проводник, по которому течет электрический ток, на заряженный теннисный шарик, подвешенный на тонкой нерастяжимой нити, на движущиеся электрические заряды. Обнаружить магнитное поле можно по действию на проводник, по которому течет электрический ток, и по действию на движущие электрические заряды. То есть, правильные ответы B, G. Что изображено на рисунке 1? Дайте объяснение. На рисунке 1 показано разделение магнита. То есть, как бы мы не делили магнит, в любом случае, у магнита будет южный и северный полюс. Если мы разрежем магнит, то появятся два новых магнита с двумя полюсами. Почему невозможно разделить магнитные полюсы? Чтобы получить ответ на этот вопрос, разрежем на части соленоид. Соленоид создает магнитное поле, аналогичное тому, что возникает вокруг полосового магнита. Последовательное разделение магнита на все меньшие части не приведет к возникновению отдельных полюсов. И в конечном итоге останутся две молекулы или два атома. Деление соленоида закончится, когда мы разрежем его на отдельные круговые кольца. Каждая из этих колец имеет северный полюс на одной стороне и южный полюс на другой. Это можно сравнить с медалью, которая всегда имеет две стороны. Итак, магнитными свойствами обладают мельчайшие частицы вещества — атомы. Что изображено на рисунке 1? На рисунке 2. На рисунке 1 изображены магнитные линии постоянного магнита. На рисунке 2 изображено разделение магнита. В каких точках на Земле компас бесполезен? Как взаимодействуют между собой полюсы магнитов? Как с помощью магнитной стрелки можно определить полюсы у намагниченного стального стержня? Чем объяснить, что магнитная стрелка устанавливается в данном месте Земли в определенном направлении? Можно для углубленного изучения предложить тему точка Кюрии и температура Кюрии. Ферромагнитный материал может размагничиваться, если его нагреть до температуры выше точки Кюрии. Что такое точка Кюрии? Точка Кюрии — это температура, при которой материал теряет свои магнитные свойства. На рисунке вы видите кольцо железное. Нагреваем мы его. При этом, если нагреть этот предмет пламенем, то он не притягивается магнитом. То есть он уже потерял свои ферромагнитные свойства. Подведем итоги урока и так, что мы узнаем, что мы умеем. Вы хорошо провели и объяснили опыты по магнитному взаимодействию тел. Вы четко различаете магнитные и электрические поля. Вы знаете свойства магнитов и имеете представление о магнитном поле Земли. Вы научились исследовать магнитное поле, применяя оборудование Пасха. Задание на дом. Творческое задание. Написать мини-сочинение «Если исчезнет поле Земли». Или подготовить сообщение на тему «Полезное или вредное магнитное поле Земли на планете». Задание по выбору. Литература. Материал урока вы можете найти на портале по адресу представленному. Спасибо за внимание. Продолжение следует.